Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю суп с чечевицей и фрикадельками. Фрикадельки для супа я немного обжариваю. Это придаёт супу весомости. Если хочется более лёгкого варианта, то можно обойтись и без обжарки. Картошку нарезаю небольшими брусочками. Для кастрюли 3 литра я беру 2-3 картофелины. Это примерно 350 граммов. 1 среднюю морковку нарезаю небольшим кубиком. Вес моркови 120 граммов. 1 луковицу весом 80 граммов тоже нарезаю кубиком. 50 граммов сельдерея, это 1 черешок, нарезаю мелко. Мелко рублю ножом 1 зубчик чеснока. Для фрикаделек беру 250 граммов фарша. Добавляю пол чайной ложки соли, пол чайной ложки специй для мяса, 1 чайную ложку горчицы и хорошо вымешиваю. У меня здесь смешанный фарш, свинина и говядина, но, конечно, подходит любой. Формую фрикадельки размером с крупный грецкий орех. Суп я варю на бульоне, который уже отварила. Бульон я солила 1 чайной ложкой соли. Кладу в кастрюлю 150 граммов чечевицы и оставляю вариться под прикрытой крышкой на умеренном огне. Тем временем разогреваю в сковороде растительное масло и выкладываю фрикадельки. Обжариваю их со всех сторон до легкой корочки, не до готовности. И снимаю со сковороды. В эту же сковороду кладу морковку, лук и сельдерей. Обжариваю, помешивая пару минут. Добавляю чеснок и обжариваю еще пару минут. Кладу 1 столовую ложку томатной пасты. Еще пару минут. И возвращаю в сковороду фрикадельки. Наливаю 1-2 половника бульона. Прикрываю крышкой и тушу на умеренном огне минут 10. За это время в кастрюлю с чечевицей кладу картофель. Чечевица варится быстро и при таком способе она в супе очень хорошо разваривается. Если хотите, чтобы чечевица не была разваренной, то кладите ее сейчас вместе с картошкой. Перекладываю в суп фрикадельки с овощами и оставшиеся в сковороде жидкостью. Варю до полной готовности картофеля. Пробую на соль, при необходимости досаливаю. И все, суп готов. Если есть желание, в него можно добавить зелени. Либо в конце варки, либо уже каждому в тарелке. Чечевица разварилась и сделала бульон густым. Если хотите, чтобы суп был полегче, фрикадельки можно не обжаривать. И варить суп можно не на бульоне, а просто на воде. Пробуйте, пишите свои отзывы и поделитесь, какие супы с чечевицей вы варите. Подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть каналы на YouTube, на Routube и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!